Очередное заседание оперативного штаба в режиме видеоконференции прошло в зале администрации под председательством главы района Заура Хамильзова. В ВКС приняли участие заместители главы района, представители Роспотребнадзора, МВД, Центральной районной больницы, главы сельских поселений. Главной темой совещания стало ведение в республике третьего этапа снятия ограничительных мер, связанных с противодействием пандемии. В начале слово было предоставлено ведущему специалисту-эксперту территориального отдела управления Роспотребнадзора Василию Слюнкову, который ознакомил участников мероприятия с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Кашхабрском районе. На 13 июля текущего года в районе количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 92 человека, 55 из которых уже выздоровели. По второму вопросу о внедрении третьего этапа снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения новой коронавирусной инфекции выступил начальник отдела ГОЧС Николай Зверев. «Описан указ номер 95, который вводит на территорию Республики Адыгея режим снятия ограничительных мероприятий, третий режим снятия ограничительных мероприятий. В соответствии с этим же указом 95 были приняты изменения и дополнения в два основных указа главы Республики Адыгея, по которым мы работали весь этот период. Это указ номер 26 по дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции и указ номер 27 по введению режима повышенной готовности. Эти два указа практически изложены в новой редакции в связи с введением третьего этапа коронавирусной инфекции. Поэтому я всех очень прошу убедительно еще раз вернуться к этому указу и внимательно с ним ознакомиться. Где определены те положения, которые у нас ограничения остаются работать и те ограничения, которые мы снимаем. Коротко я на некоторых из них остановлюсь и хочу довести до вас. Во-первых, я хочу начать с того, что какие ограничительные меры распространяются на граждан Республики Адыгея, проживающих или временно находящихся на территории Республики. Воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от участия в массовых мероприятиях. При проявлении признаков инфекционного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Прибывшим с территории иностранных государств в течение 14 дней находиться на режиме самоизоляции. Обеспечить соблюдение дистанцирования, в друг от друга не менее полутора метров, в том числе в общественных местах. При посещении мест приобретения товаров, услуг, а также при нахождении в общественном транспорте, используют средства индивидуальной защиты маски и перчатки. То есть масочный режим для граждан у нас сохраняется. Кроме того, до 9 августа продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. Следующий момент, на котором бы я хотел остановиться, это значит проведение массовых мероприятий. В этом указе номер 95, пункт главных 6, четко определены эти положения. Определить, что на период действия режима повышенной готовности проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных и других, возможно при условии соблюдения социального дистанцирования, масочного режима и предельной численности участников на открытом воздухе не более 50 человек одновременно, в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, но не более 50 человек одновременно. Что это значит? Если, допустим, какое-то мероприятие намечается провести в помещении площадью 20 квадратных метров, там, допустим, свадебные обряды, да, то в этом помещении должно находиться не более 5 человек. 1 человек, из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. То же самое и при проведении похоронных мероприятий, где вот собираются женщины, которые, значит, вот, 1 человек на 4 квадратных метра, не более. Все это должно мы контролировать, все мы это должны делать, потому что этим же указом главы Республики Адыгея рекомендовано главам сельских поселений продолжить мероприятия, значит, по контролю за соблюдением всех ограничительных мероприятий, которые у нас работают и в связи с внедрением третьего этапа снятия ограничительных мероприятий. Теперь на что хотелось бы обратить внимание. Значит, этим указом установлено, что организация спортивной подготовки, а также оказание обуслов для занятий населения физической культурой и спортом на спортивных объектах, это имеется в виду и открытые спортивные площадки, и закрытые спортивные центры, осуществляется с загрузкой не более 50% от единовременной пропускной способности. С 1 августа 2020 года разрешается проведение спортивных, профессиональных и любительских спортивных соревнований с участием зрителей, но не более 10% от наполняемости зрительских мест. Кроме того, допускается работа развлекательных досуговых центров, в том числе положенных в торговых центрах, опять-таки же при условии наполняемости не более 50 человек. Теперь, что касается работы общественного питания. Помимо летних площадок, разрешена деятельность и объекты общественного питания в закрытых помещениях. Значит, кроме того, есть одно ограничение, что расстояние между столами устанавливается от 1,5 до 2 метров, и опять-таки же наполняемость зала, где происходит вот это вот предоставление этой услуги общественного питания, и входит из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. То есть, если здание и помещение, где предоставляется услуга общественного питания площадью 40 квадратных метров, значит, там должно находиться не более 10 человек. 100 человек туда размещать никак нельзя. Кроме того, разрешается деятельность кинотеатров, но опять-таки же с заполнением не более 50% будет номинального наполнения этих кинотеатров. Завершая работу оперативного штаба, глава района отметил, что по-прежнему важно внимательно относиться к профилактике, исследовать рекомендациям Роспотребнадзора. Роспотребнадзора